здравствуйте в студии новостей моего дома я екатерина ларичева сегодня мы будем говорить о том что важно и нужно знать мой дом и все о нем транспорт может ездить не только по дорогам пассажирский лифт и его история создания мягкая посадка ровно пятьдесят пять лет назад мы прилетели на луну она окружает нас повсюду реклама и ее история многие из нас живут в многоэтажных домах а теперь скажите честно вы часто поднимаетесь пешком по лестнице или все-таки ждете лифт признаюсь я чаще всего так устаю что подниматься на пятый этаж уже просто нет сил поэтому лифт это мое спасение и как люди раньше обходились без него не понимаю любой дом выше пяти этажей сейчас сложно представить без лифта первый такой подъемный механизм был установлен еще в середине 18 века в дворце французского короля людовик 15 а в 1795 году наш соотечественник изобретатель иван кулибин придумал подъемные и спускные кресла для зимнего дворца в санкт-петербурге правда все эти подъемники использовали физическую силу рабов или слуг основой современного лифта является автоматический ловитель это устройство которое остановит кабину в случае обрыва троса изобрела его американец элиш отис позже он назвал подъемник безопасным лифтом и основал собственную мастерскую по их производству 1858 году компания паровых подъемников отиса установила первый пассажирский лифт в пятиэтажном магазине на бродвее за один раз он поднимал до пяти человек и вез их со скоростью 20 сантиметров в секунду спустя год фирма отис поставила первый винтовой лифт в отеле 5 авеню внутри здания был установлен металлический винт по которому и ходила кабина первый электрический пассажирский лифт изготовила фирма тименцы гальски в 1880 году с тех пор проблема подъема больше не стояла перед строителями и здания активно начали расти вверх например один из самых высоких небоскребов сша уиллис тауэр имеет 106 лифтов среди них есть даже 16 двухэтажных и два скоростных которые поднимают посетителей к смотровой площадке на крышу на расстоянии 412 метров всего за одну минуту и несколько секунд иногда я сажусь вечером у окна и мечтаю о других планетах а луне которая таит в себе столько загадок прошло уже 55 лет с момента посадки на луну советской станции а впереди еще столько неизведанного 62 года назад в ссср были запущены автоматические межпланетные станции луна-2 и луна-3 позволившие сделать большой шаг в изучении луны подтвердились данные луны 1 о том что луна не имеет заметного магнитного поля что вокруг нее нетрадиционного пояса одним из важных научных достижений миссии было прямое измерение солнечного ветра траектория станции была задана для прямого попадания на луну межпланетная станция луна-2 достигла поверхности луны 14 сентября 1959 года но настоящего успеха в космонавтике советский союз достиг ровно 55 лет назад с отправлением спутника луна-10 вместо автоматической лунной станции на космическом аппарате луна-10 был установлен отделяемый герметичный контейнер искусственный спутник луны 3 апреля 1966 года на расстоянии 8000 километров от луны началось торможение в результате станция луна-10 уменьшила скорость и в 2144 по москве первые в мире вышла на орбиту вокруг луны орбитальные измерения позволили установить не сферичность гравитационного потенциала луны и впервые получить его точную модель это было первое указание на существенную неоднородность недр луны кроме того было уточнено значение ее массы еще в 1959 году руководитель американской космической программы вернер фон браун так оценил запуск луны 2 россия намного обогнала соединенные штаты в отношении космических проектов и никакими деньгами нельзя купить упущенное время надеюсь подобную оценку мы еще услышим от современных зарубежных коллег в сфере космонавтики бывает смотришь любимый сериал по телевизору и на самом интересном месте появляется она конечно же реклама сегодня она встречает нас везде на экране тв на радио в интернете и транспорте мне стало интересно а откуда она вообще появилась прототипом рекламы стали древние рисунки изображения на камне первые тексты отдаленно напоминающие современную рекламу появились еще в древней греции одним из них считают надпись на камне ярина с острова крит по воле богов толкуя сновидение в древнем риме рекламные объявления размещали на специально построенных стенах амбусах там писали сообщения о гладиаторских боях продажи рабов и домашних животных важнейшим средством распространения информации в древних государствах являлся институт глашатыф они выкрикивали на площадях рекламу и новости новым скачком в развитии рекламы стало появление книгопечатания настоящий бум европе начался в конце 18 века появлением первого агентства финляндии достижения техники стимулировали дальнейшее развитие индустрии первая реклама на радио вышла в эфир в 1920-х годах а первая телереклама в тридцатых в россии зарождение рекламного отдела началось десятом веке русские купцы приглашали заживаву которая громко извещалась достоинствах товара и его владельцев а первая российская печатная реклама появилась в 18 веке видомостях китра первого в 19 веке реклама в россии вышла за рамки издания ее стали размещать на первых трамваях после революции задачи рекламы изменились ее манипуляризировала государство а новый виток развития произошел во времена нэпа в том числе и благодаря творчеству маяковского с начала 40-х годов советская реклама фактически стала пропагандой а после распада советского союза начала формироваться новая потребительская концепция сегодня теле радиореклама постепенно отходит на второй план на первое место выходит реклама в интернете про музей ощущений и дружбу между москвой и нижним новгородом я расскажу вам сразу после небольшой сводки мировых новостей россии и армения с 1 февраля возобновили авиасообщение на кадрах снятых во вторник в аэропорту еревана звартноц можно увидеть долгу пассажиров а по словам замдиректора авиакомпании армения георга хачтряна уже сейчас все рейсы компании до конца февраля практически забиты для совершения полета у пассажира должен быть отрицательный тест на коронавирус его можно сдать в определенных лабораториях которые сотрудничают со специальным приложением путешествую без ковид-19 папуанским пингвином в московском зоопарке в вольер подселили нового соседа пингвина снеговика сначала птицы спрятались в водоеме от людей принесших гостя но затем самый любопытный из стаи вышел на берег познакомиться с новеньким через некоторое время уже и остальные пингвины заинтересовались снежным сородичем как отметили в зоопарке между ними состоялась коммуникация 12-летний гимнаст из украины богдан стрионов установил рекорд незалежной висе на волосах в самом юном возрасте по словам мальчика в будущем он хочет связать жизнь с цирком и поступить в специализированную академию в киеве тренер юного гимнаста из цирковой студии эдельвейс светлана непомнящая отметила что богдану было не просто установить этот рекорд потому что волосы удалось отрастить только на макушке они по всей голове несмотря на это в будущем богдан планирует установить рекорд гиннеса жители казахского города алга смастерили снегоход из отечественного запорожца на кадрах снятых в воскресенье можно увидеть преображенную машину у которой вместо колес теперь стоит лыжи и гусеничные ленты мастер бектурган ядрисов рассказал что это уже вторая попытка изготовить из автомобиля и снежный транспорт сначала он и его друзья пытались реализовать свою задумку из жигулей однако машина оказалась неподходящей из-за большого веса и расположения мотора жительницы башкирской деревни нижняя и кибаева вышли чистить лед в хоккейной коробке но не смогли отказать себе в удовольствии побегать с клюшкой и в традиционных юбках и платках побежали защищать ворота компании женщин помоложе для веселья был повод накануне деревня выиграла районный этап башкирского конкурса трезвое село и теперь поедет на финал в уфу в рамках состязаний местные жители организовали сельский хоккейный турнир и 23 января схлестнулись клюшками житель уральска евгений ли обладал необычной внешностью уже с рождения однако популярным стал лишь 19 годам как рассказал парень он родился в городе атырау где учился в школе-интернате редко генетическая аномалия альбинизм привела к нарушению зрения о модельной карьере парень не задумывался до тех пор пока не встретил местного фотографа айну абдулину она предложила парню поучаствовать фотосессии получившиеся снимки быстро набрали популярность в интернете в частности необычной внешностью юноши заинтересовалась редактор глянцевого журнала fresh city аида буранкулова по ее словам евгения может ждать большое модельное будущее в нашем городе есть жители которые имеют проблемы со слухом и зрением они не могут как мы с вами пойти в музей или театр и насладиться увиденным но есть хорошая новость для них создан музей ощущений партнером музея современного искусства гараж стал билайн совместно они создали онлайн-платформу музей ощущений разнообразие инклюзии она объединит опыт российских и зарубежных музеев а также образовательных учреждений и специалистов в области инклюзии музей ощущений посвящен работе со слабослышащими незрячими и слепоглухими посетителями музеев работа платформы основана на понимании инклюзии как набора практик которые связаны с обеспечением физической и информационной доступности среды а также с преодолением дискриминации музей ощущения соединит исследования и научно-популярные статьи а также обзоры тематических мероприятий материалы рассчитаны как на профессионалов так и на тех кто только знакомится с этой темой на сайте представлены два блока первый теоретический позволит углубиться в тему инклюзии второй блок практический поможет узнать конкретные практики и решения в этой сфере билайн поддерживает инициативы которые помогут изменить жизнь людей с инклюзией к лучшему с помощью технологической инфраструктуры мой муж по работе часто бывает столица он рассказал мне о том что теперь москва и нижний новгород стали еще ближе друг другу губернатор нашей области и ректор мгу подписали важное соглашение о сотрудничестве губернатор глеб никитин и ректор мгу имени ломоносова виктор садовничий подписали соглашение о создании консорциума вернадский нижегородская область идею создания ректор предложил еще три года назад проект объединил мгу несколько нижегородских вузов а также социально ориентированный бизнес наша область получит доступ к научно-образовательным и технологическим достижениям лучших вузов страны эти знания необходимы для развития региона нижний новгород и вернадский планируют сотрудничество в области поддержки талантливой молодежи проведение конкурсов олимпиад а также научных исследований губернатор напомнил что на сегодняшний день в регионе работает более 10 государственных вузов а число студентов составляет почти 90 тысяч над научными исследованиями в области работают более 40 тысяч человек виктор садовничий отмечает важность сотрудничества с нашим регионом нижегородская область является сильным регионом и одно из первых где создан научно-образовательный центр мирового уровня в рамках национального проекта наука в работе объединения вернадский нижегородская область примут участие предприятия разной направленности например горьковский автомобильный завод уже запланировал научно-техническое сотрудничество с мг у следующем выпуске мы подготовим для вас еще больше полезной информации предлагаем стать соавторами наших сюжетов ждем ваши темы и комментарии аккаунты телеканала мой дом соцсетях указаны на экране до свидания до свидания Редактор субтитров А.Семкин